Требуется в каждую предку написать целое ненулевое число, чтобы для любого квадратика размером 2 на 2 выполнялось такое правильство. AD-VC равно 1. Сначала разберем ситуацию, когда периодическая последовательность. Если я просто беру квадратик, много раз его повторяю. По принципу AB, AV и так далее. Здесь CD, CD и так далее. Здесь тоже самое. CD, CD, CD. Здесь AB, AB, A. Я не обещаю, что у меня сейчас все получится. Но попытаться, конечно, стой. Какие тогда есть точки? Есть вот такая точка. AD-VC. Замечательно. Но есть тогда и такая точка. Извините. BC минус AD. И это ужасно. Это ужасно, потому что это означает, что такого периода... Что? Не бывает. Не бывает. Такого периода, к сожалению, не бывает. Значит, если я хочу придумывать периодическую последовательность, то придется делать как бы похитрее. А почему блок, из которого вы будете сделать эту периодическую последовательность, на блоке построения, будут обязательно квадраты? А все-таки, я про это говорю. Если вы хотите периодическую последовательность, то я только что объяснил, что вы обязаны делать какой-то другой период. Заполнять плоскость какими-то другими блоками. Блок состоит вот из таких клеток. Теперь интересно, можно ли вообще такими штуками покрыть плоскостью. Так, это тройки. Дальше, следующее, что такое? Так, пятерки. Так, ну, я не знаю, народ, а идея понятна или нет? Завлащение от этих клеток. Значит, ребята, вот у нас есть... Что? Да нет, я думаю, что как только люди сами сами сказали нарисуют, они все поймут. Итак, такая вот фигура, такая фигура, рядом у нас вот такая вот для пятерки. Сейчас. Завелико для пятерки. Это абсолютно соответствует тому, что площадь этой фигуры 8 клеток. Отлично. Здесь H, здесь у нас A, здесь у нас C, здесь D, здесь что? Здесь B. Так, я не знаю, я разобрался. Мне кажется, что я понял все, как это устроить. Вот такая вот действительно периодическая структура. Здесь будет A, здесь будет A, здесь будет C, здесь будет F, Z, F. Ну, не знаю, мне кажется, что теперь надо написать уравнение. Этих уравнений нет другого. Но на самом деле все-таки не так уж, чтобы смертельным было. И мы, я думаю, что такую систему уравнений вполне способны решить. Только нужна какая-то система, я предлагаю вот что. Я предлагаю пройтись по вот этой вот нашей фигуре. Из-за того, что она периодична, то вот, скажем, здесь уравнение будет такое же, как здесь. Итак, сначала я пишу здесь. AD равно, AD равно HG плюс 1. Все. Вот это уравнение я написал. Дальше. EH. EH, это AB плюс 1. Замечательно. Пошли здесь. BF. Уравнение будет, не знаете, понимаете, 8 штук. BF, это есть GH плюс 1. Так, я сюда пришел. CG, это AB плюс 1. CG, это AB плюс 1. Так, дальше. Я подключил систему из 8 правнений. Я сейчас должен ее решить в ненужных ценных числах. Да, господа, разумеется, я абсолютно не утверждаю, что это единственное периодическое решение. Потому что запросто можно было придумать какую-то другую фигуру. И при помощи нее покрыть плоскость. Там будет другая система. Я понятия не имею. Там есть еще. Наверняка есть. Но я в этом ничего не знаю. Моя сейчас цель решить хоть как-нибудь эту систему. На самом деле она не такая страшная, как может показаться. Вот, посмотрите, здесь вот есть уравнение AD равно HG плюс 1. И здесь AD равно HG плюс 1. Значит, я могу поставить галочку около этого уравнения и заменить его на такое. HG равно CG. Вы все согласны, что вот если я напишу то уравнение, то я нижнее могу выпустить, правда? И раньше то же самое. EH это AB плюс 1, а здесь DX плюс 1. Значит, AB должно равняться DF. Все, старую галочку написать. Теперь BF это GH плюс 1. Значит, если я напишу, что CE равно GH, слушайте, а CE равно GH я уже написал. Поэтому я это могу даже написать. Так, CG. CG это FD плюс 1, а здесь AB плюс 1. Но FD у меня уже написано. Ребята, поэтому я могу вот все эти уравнения не писать и заменить их на два этих. Согласитесь, стало уже легче. Стало уже легче. Это уравнение. И, кстати, вот это. Они замечательны тем, что здесь одна и та же правая часть. Значит, я здесь ставлю галочку и пишу, что BF равно AD. BF равно AD. Здесь ставлю галочку и пишу, что CG равно EH. CG равно EH. Замечательно. Это огромный прогресс. Потому что вот эти вот уравнения выглядят достаточно устрашающе. А здесь есть только знаки умножения. Согласитесь, что приятно. Теперь надо упрощать дальше. Я предлагаю такой простой способ. Я предлагаю посмотреть, скажем, на верхнее уравнение или на нижнее. И просто-напросто их перемножить. Что у нас тогда будет? Тогда будет CHG в квадрате равняется CHE в квадрате. У нас CH не нули. Поэтому G это то ли плюс, то ли минус E. Отлично. Значит, я на самом деле могу нижнее уравнение больше уже не учитывать, а запомнить, что G это то ли плюс, то ли минус E. Кстати, заметьте, пожалуйста, когда я сюда поставлю вместо G плюс минус E, то у меня, соответственно, получится, что C это плюс минус H. Все, верхнее уравнение я тоже могу больше не писать. Вот у меня эти два уравнения заменились на очень понятные такие вот равности. Либо G равно E и C равно H, либо наоборот, G минус E, C это минус H. Хорошо. Теперь пошли сюда. Ну, если честно, здесь то же самое. Тоже умножаешь, будет AB квадрат F, а здесь AD квадрат F. Значит, B квадрат равняется D квадрат. И, ну, единственное, что вот этот плюс-минус E и тот плюс-минус, они, что-то это никак не связаны. Давайте я тоже напишу. Итак, либо B равно D, либо B равно минус. И в этом случае A равно плюс-минус E. Только вот надо четко понимать, что эти плюс-минусы, и эти плюс-минусы, они никак не связаны. Значит, эти плюс-минусы могут быть какими-то хотим, и эти плюс-минусы могут быть тоже какими-то. Господа, согласитесь, что стало гораздо, гораздо все понятнее. У нас получилось, на самом деле, 4 варианта. Либо здесь берешь плюсы, и здесь берешь плюсы. Либо где-то берешь плюсы, где-то минусы. Вот. Давайте возьмем, скажем, такой первый немудреный вариант. B равно D, A равно F, G равно E, C равно H. И попытаемся подставить сюда. Попытаемся подставить верхнее уравнение. Так, тогда что такое AD? Ну, AD так и будет. Итак, что такое H, G? H это у нас будет C, G это у нас будет E плюс 1. Замечательно. Что такое EH? Ну, E есть E, E это EC. Так, это будет AD плюс 1. Ну, вынужден нас огорчить. Когда все плюсы, то, к сожалению, эта система просто-напросто несовместна. Ну, никто не обещал, что с первого раза у нас получится. Мы же, в конце концов, тут подбираем варианты. Поэтому, хорошо, пусть будет так. В одном месте возьмем минус, а в другом месте возьмем плюс. Значит, G это минус E, C это минус H. Тогда AD равно, вместо CE у нас здесь будет минус CE. Так, 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 так. CE сюда. Так, AB. AB. Слушайте, у меня опять не получилось. Потому что, смотрите, здесь у меня получается AD плюс... Ну, уж не получается. Хорошо. Пошел дальше. В обоих местах я внушу минус. Тогда AD равно HG. AD равно CE плюс 1. Это будет нормально. Так, EH. EH это EC с минусом будет. равно AB с минусом. Так, замечательно. А это то же самое. Отлично. Значит, если здесь везде написать минус, то у нас получаем... B это минус D, A это минус F, G это минус E, C минус H. Тогда эти два уравнения на самом деле превращаются в одно и то же. Единственное, что теперь осталось, это подобрать какое-нибудь решение в целых числах. Ну, например, я знаю, что трижды три это дважды четыре плюс один. Наверняка есть еще какой-нибудь... Слушайте, а давайте так. Трижды три это дважды четыре плюс один. Есть такое решение? Есть такое решение. На самом деле, есть и другое решение. Можно написать 1 умножить на 3, это 1 умножить на 2 плюс 1. Согласны? Минус 8 плюс 9. Этот узел тоже хороший. Так, здесь будет что? Здесь будет то же самое, что здесь. Здесь будет минус 3. 9 минус 8. Этот узел тоже хороший. Здесь будет то же самое, что здесь. Да. Минус 3. Чего? Минус 3, минус 3. Все нормально. Либо 3, 3. Минус 8, минус минус 9. Так, отлично. Так, теперь здесь проверяю. Здесь у меня минус 4. Здесь у меня 2. Здесь будет из минус 8. Так, отлично. Между прочим, ребята, заметьте, пожалуйста, во всех узлах по сути написано одно и то же. То есть 9 минус 8. Согласны, да? 9 минус 8. Здесь у меня 4. Нет, не ошиблись. Господа, не ошиблись. Здесь двойка. Я давайте побольше числа прошу. А вы, пожалуйста, проверьте все места и, ну, поймите, что действительно все хорошо. Так, это что такое? Это минус 3. Это 4. Это 3. Здесь минус 2. Все понимают, как я это делаю, да? Здесь будет минус 2. Здесь будет 3. Здесь будет 2. Здесь минус 2. Здесь минус 4. Здесь будет 3. Господа, проверяйте все узлы. Действительно все получается. 9 минус 8. Здесь минус 8. Минус минус 9. Получилось? Периодическое заполнение вот такими вот фигурами. Смотрите, фигура довольно странная форма, но ничего не поделаешь. Кстати, эта задача на московском бляде была сформулирована чуть-чуть в другом виде для того, чтобы такая фигура не выглядела, например, вот так вот странно. Там было сказано так. Всю плоскость раскрасили в шахматном порядке в два цвета. После этого в клетке одного цвета надо написать ненулевые целые числа, что для любой клетки другого цвета, когда берешь произведение тех, что слева и справа от нее числа, это будет на единицу больше, чем произведение тех, что сверху из них. Понятно, в чем связь с этой задачей или непонятно? Вот смотрите, на московском бляде в этой школьной мандаре, когда были черные и белые клетки. Представьте себе, если вы эти помеченные точки не пишет ничего, понимаете ли вы, что в таком случае у нас фактически получается решетка, только повернутая на 45 градусов. Понятно, да? То же самое, только повернутая. Если приглядеться, если приглядеться, откуда возникает такая фигура? А вот откуда? Когда вы берете квадрат размером 4 на 4, когда вы берете квадрат 4 на 4, и представьте себе, что в нем, в эти клетки не пишут числа, а в остальные клетки пишем числа. Вот смотрите, два числа, два числа, два числа, число и число. Смотрите, вот это у меня будет А, дальше это Б, С, Д, Е, Ф, Ж, а вот это вот будет H. Идея понятна? И такими квадратиками, каждый размер 4 на 4, вся плоскость покрывается. Ну, господа, на самом деле, что такими квадратиками покрывать, что такими, это одно и то же. С точки зрения, что называется, экономии, ну, листа, мне кажется, что проще говорить так, хотя, с точки зрения, вот периодичности квадратиками, наверное, укладывать проще, чем такими вот восьмиклеточными штуками.